Её звезда вошла в 90-е. Грустные и проникновенные женские песни сделали певице имя. Её в шутку даже называли самой плачущей исполнительницей отечественной эстрады. А всё потому, что взлетела она на вершину хит-парадов с композицией «Не плачь», а потом утвердилась в статусе песней «Плачу». Группа «Летний сад», в которой она была вокалисткой, имела бешеную популярность. Кассеты с её голосом били все рекорды по продажам. Впоследствии певица решилась на сольную карьеру и внесла изменения в свой музыкальный имидж. Помимо печальных песен стали появляться озорные танцевальные композиции. «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» закрепили успех. На счету исполнительницы 23 студийных альбома, 2 национальных музыкальных премии «Овация», 12 побед в музыкальном конкурсе «Песня года», 9 золотых граммофонов и так далее. Сегодня моя героиня – заслуженная артистка России Татьяна Буланова. Таня, здравствуйте. Я страшно рада вас видеть. Спасибо вам большое, что вы моя героиня. Я очень люблю смотреть на вас и слушать вас. Я знаю, что вы певицей не собирались быть, а хотели быть актрисой. И вот у меня какой вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас были какие-то кумиры? Кто вам нравился из актрис? Конечно. Алиса Френдлих – это мой кумир. Причем она кумиром осталась до сих пор. Я понимаю вас. И мне так посчастливилось с ней познакомиться лично. Она невероятная просто женщина. Вот сейчас недавно у нас в общей знакомой был день рождения. Меня приглашали, но я не могла. Я была в отъезде. Мне потом наша знакомая прислала видео, где Алиса Бруновна совершенно просто танцует, отрывает, в хорошем смысле слова, веселится. Думаю, господи, человеку 86-88 лет. Не совсем она подросток, уже взрослая. Ну, просто это вот. Поэтому, кстати, она хорошо выглядит и хорошо, я надеюсь, себя чувствует. Человек умеет быть веселым, молодым, не зацикливаться за своей гениальностью. Да, что она великая русская актриса. Да, конечно, она великая актриса и, в общем, гениальная. Вы родились, выросли и живете. Нет, родились вы в Ленинграде. Ну, в принципе, это одно место. Это одно место, да. А выросли в Ленинграде и Санкт-Петербурге и живете в Питере. Санкт-Петербурге, да. Вот город вашего детства. Каким был, Тань, Ленинград? Понятно, что когда ты находишься внутри времени, ты не воспринимаешься как это. Конечно. И я сейчас смотрю, мне очень нравятся какие-то старые документальные съемки, черно-белые, каких-то 70-х годов. Вот эта атмосфера такая вот серая, но этот вот серый цвет, он такой красивый, какой-то благородный такой. Да. Такой город там заснеженный какой-то. Ну, я вот опять же из каких-то документальных фильмов вспоминаю. Вот кадры эти. Такой какой-то интеллигентный, величественный, но при этом без пафоса такой вот, естественный, как настоящий. Бродский тоже писал, или я забыла, да Владов. Ну, в общем, кто-то из таких коренных петербуржцев, что там совершенно потрясающая история с ветром, что куда бы ты ни шел, он всегда дует тебе в лицо. То есть ты сначала идешь в одну сторону, прячешь нос в воротник. Разворачиваешься, идешь, он продолжает дуть тебе в лицо. Это вот так и есть. А если идет дождь, то, как правило, с собой никогда нет зонтика. Ну, при этом в солнечную погоду с собой таскаешь зонтик, сумки тяжеленные. Но дождя нет. Но долго ты его выложил, все, придет дождь. Это какая-то, не знаю, примета. Это точно. Вот в Питере так и есть. Вы знаете что-нибудь о своих корнях? О бабушках, дедушках? Откуда они? Ну, я, к сожалению, я бабушку вообще ни одну не застала. Дедушку застал где-то, не стал его, когда мне было, по-моему, 6 лет. Так интересно, у меня фамилия Буланова, ну, папина фамилия. Я была такая история, я села в такси, и таксист меня узнал. И говорит, вы знаете происхождение вашей фамилии? Я говорю, честно говоря, нет. Был такой, ну, Хазар был хан, его звали Булан, который, кстати, для Хазар, по-моему, религию иудаизм принял. Да, иудаизм, и все правильно, да. Ну, в принципе, вот папа, как бы, он такой кореглазый был, черноволосый. В принципе, Хазар и Болгар, и вот оттуда где-то. У мамы там намешана куча-куча кровей, еврейская есть кровь. То есть я такая абсолютно, вот, чисто русский человек в том плане, что на мне все, как бы, замешанные, все, что где-то походил, где-то в России, там, какой-то, татарь-монголы, это все про меня. Жили все в Питере или откуда-то съехались? Мама родилась в Петербурге, ее мама родилась в Ленинграде, еще говорят. Ленинграде. Бабушка родилась в Ленинграде. Дедушка из Тверской, он сам называл губернии. Какая губерния в советское время? Да, да, да. У меня дедушка такой был, как бы, такой, боевой. Вот, а папа, я знаю, что он родился в Пензенской области, но жил он до того, как поступить в военно-морское училище по водному плаванию, он жил в Энгельсе, это Саратов. Саратов, да, да, да. И самое интересное, что я потом по всем этим местам, вот я, как бы, уже будучи артисткой, я проехалась. Что-нибудь где-нибудь отзывается? Или все-таки Ленинград в Петербурге, ваше место? Нет, конечно, Ленинград. Как ни странно, почему-то мне больше отзывается Владивосток. А, я понимаю, да. Во-первых, потому что у меня служил брат 10 лет, когда тоже после окончания этого же училища, которое закончил папа в свое время. И я очень-очень страдала и переживала, когда он уехал. Как-то вот мне прям не хватало вот этого общения. А он старший, да? Да, он старший на 12 лет. И, в общем, он пошел по стопам нашего отца. Но он не подводник, он просто военный моряк. То есть я помню, что для меня Владивосток – это второй родной город. Там живет мой родной человек. Я понимаю, да, да, да. И самое интересное, что когда я уже, опять же, став артисткой, я приехала на гастроли, я влюбилась в этот город. Он какой-то невероятный. Таня, Владивосток – это чудо из чудес. Просто он еще в 95-м году, когда я была, я просто была в шоке, насколько это какое-то такое ощущение, что там люди живут совершенно с другой планеты. Совершенно с другой планеты. Просто какие-то очень приветливые, очень отзывчивые. Абсолютно верно. Но вот не с нашей планеты. Да, совершенно верно. И город ни на какой другой не похож. И вот этот золотой рог их, который вот не стамбульский, а их. И там университет на острове Русский. Потрясающее место. Прям вот надо съездить. Вот прям надо съездить. Ну вот я надеюсь, что поеду. Папа-подводник, правильно я понимаю? Он дома бывал или никогда не бывал? Все время был на работе. Дело в том, что когда я родилась, он уже, ну как бы, наша семья уже вела такую оседлую образ жизни, потому что он поступил в военно-морскую академию. И тогда уже поняли, мама поняла, что можно как-то расслабиться. И, в общем, родилась я, появилась. То есть не надо было ездить, да? Да. Я до 13 лет вообще никуда не выезжала. Брат старший был вашим воспитателем или, скорее, родителем? Наверное, воспитателем. Это человек, который меня научил играть на гитаре. Первый аккорды, вот там, в латыни так называемый. Он играл хей-джут, хей-джут, а я своим тонким голосом еще там, пятилетелем, хей-джут. Я вообще не подумала, что я просто тупо повторяла, что он там говорил. Нет, он был другом, ну, он есть друг, и, в общем, воспитатель, наверное. Теперь он уже как родитель. Да, конечно. А мама кто по профессии? Жена военного? Жена военного, конечно. В юности она со своим, вот как раз с моим дедушкой, со Сомой, они ездили, она работала, аэрофотосъемка, как это, так, организация была, не знаю почему. Да, 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 самолеты, да. Ну, как бы снимали фото, я как бы называю фотограф, но она не фотограф, вот что... Да, который фотографирует в фотосалоне. А это именно вот все картография. Но когда, конечно, родился, ну, она вышла замуж, и родился вот мой брат, она стала просто ржаной женой, прям настоящей такой, а уже когда я родилась, тем более. А детство каким ваше было? Что вы любили? Что доставляло радость? От чего вы огорчались маленькой? Могу сказать, что мне совершенно не нравилась музыкальная школа, в которую меня просто заставляли ходить. Для меня это было какое-то мучение, просто слушать, какие-то пальцы учить, там все, это третий, восьмой, там... Да, 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 гамма, да. Да, вот это все, мне удобнее вот так вот играть. Почему я должен вот этот третий, потом пятый? А почему я... Буланова, Таня, пальцы, пальцы, там все мне говорили. Мне так неудобно, мне удобно, вот как я играю. В общем, это у меня был кошмар, и я помню, где-то в классе, наверное, в пятом, я ее закончила, эту школу. Конечно. В классе в пятом я сказала, мама, я не буду заниматься. Она говорит, будешь? Я помню, что у нас был жуткий какой-то конфликт. Я не умею вообще петь по нотам, я как бы... Ну, вот играть еще там могу на пианино, ну, какие-то определенные одну там октаву. А петь я не понимаю. Но зато у меня очень хорошая память. Я, как бы, там самую сложную мелодию, ну, там, с третьего раза запомню, про суды вообще с первого повторить могу. Ну, как бы, это вот одного нет, а вот зато другое вот, как бы, появилось. Таня Буланова ни на кого не похожа. Вот я замечаю, что вот телевизор работает, я что-то делаю. Слышу Танин голос, останавливаю, слушаю. Причем давно и всегда в этом голосе есть что-то такое завораживающее. Я даже, ну, естественно, ее ни с кем сравнить нельзя. Песня у нее хорошая. Но мое счастье, она в последнее время и мою песню стала петь. Мы готовились к вечеру большому в Крокусе, и устроители Тане песню показали, и она ее записала и спела. Мне очень понравилось. Я в такие моменты себя чувствую счастливой. С самого начала Танины, так сказать, музыкальной карьеры и до сегодняшнего дня она поет о женщинах, о женских состояниях, то о любви, то о нелюбви, то о расставании, то о встрече. И как-то она выбирает их, или они ее выбирают. Получается у нее так сердечно, что хочется слушать и слушать. Музыкальная школа была каторгой. А радость что приносила, Танюш? Мне очень нравилось, мне было лет 8, почему, откуда вообще нашли батут. Меня доводили на батут. И вот ты, конечно, прыгать, это классно, здорово. Это ощущение, вот, ух, дух, захваты, и все. И, конечно, ходила я с мамой. Мама меня ждала где-то в фойе. И когда пару раз каких-то выводили детей со сломанными ключицами, там, еще чем-то, мама сказала, все, сюда ходить не будешь. Это единственное, чем мне нравится заниматься. Это прыгать на батуте, да? Прыгать на батуте. Меня не разрешили. А вы помните момент, когда вы, допустим, что-то спели, и кому-то это понравилось? Да, конечно, помню. Первый раз это было в школе. По-моему, был выпускной класс, десятый. И я пела под гитару. Ну, понятно, что, как бы, кто что умеет. А, нет, это даже еще раньше было. Это был восьмой класс. Мы ездили, как вы спите, КМЛ, ЛТО. ЛТО? Да, пололи там какие-то грядки. Огурцы, ага. И там, ну, естественно, вечерами какие-то устраивали там что-то такое. Я по гитару пела все, что вот я знала, что я помнила. При этом училась я так. А у нас с нами ездила куратор, воспитатель. Ну, воспитатель. Нагиратель. Гениально, я считаю, преподаватель по математике Любовь Федеральна Торф. И она меня просто после этого даже зауважала. Учитывая, что я был в математике такой вот человек. Но после вот этого вот моего выступления... Выступления, да. Она почему-то даже называла меня настолько трудолюбиво ехать. А что так упить-то, высочетом трудиться особо не надо. То есть так легко, да. Ну, вот я помню, что она прям зауважала меня после этого. Это было первый раз. Второй раз было на выпускном, в десятом классе. И я спела песню. Лёгкий школьный вальс тоже был у нас. У него судьба была такая, ротару пела. И подошла учительница химии. Говорит, так меня растрогало как-то. Потом подошёл директор, говорит, продолжение будет. А я же сейчас не поняла, потому что я думала, что он про концерт. Про концерт, да. Я говорю, ну да, наверное. А потом до меня дошло, что, наверное, имел в виду продолжение моей жизни дальнейшей. Да, да, вашего. Да, 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 да. Вот это выступление. Потом тоже это интересная история была. Я уже работала в Военно-морской академии. Надо было видеть, как я ходила. Во-первых, мне всё время хотелось спать, потому что мне уже было приезжать к 8.15. Я забирала на почте периодическую литературу. В моих обязанностях входило по кабинетам какие-то апрельные газеты. А вы кто там были? Библиотекарь. И потом устроили перед Новым годом какой-то тоже такой концерт. Ну, то, что он мог. Капустник какой-то. Капустник, да. Я спела тоже. Ну, естественно, по гитару там что-то спела, не помню. А сидели... Тогда мне там было 17 лет. Старые дядьки там... Ну, я так понимаю, что... Которым было по 25 и по 30. По 35, наверное, где-то так. Я вообще вспомнила лицо. Мне кажется, старикашка какой-то, ну, за 60-му. Но такого не могло быть, потому что он был слушателем Академии. Ну, Макси, вероятно, он лет 35. Югослав такой офицер. Я спела, села обратно. Он такой, сидит, вы еще будете петь? Я говорю, нет. Он говорит, тогда я пошел. Я говорю, ничего себе. Я клянусь на полную серию. И он ушел как бы все. Это первое поклонник. Это первое признание, так сказать. Международное вообще. Я вспоминаю эти годы, когда я только вернулся из Америки. И вот один из менеджеров, он мне говорит, а вы знаете, вот есть группа «Летний сад». И он мне дал послушать. Я услышал такой трепетный голосок, такой детский. Такими, с такими интонациями, такими наивными. Меня это так подкупило и так мне понравилось. Я узнал, что это Таня Буланова. Потом мы несколько раз общались. И первый раз, когда я ее увидел в Питере, у меня был концерт. Она тоже выступала в этом концерте. И мы так познакомились. Я говорю, я хочу вам сказать все время, но не имею возможности. Вы очень хорошо поете. Она так обрадовалась. Она такая была наивная. Она радовалась, как ребенок солнышку радуется в хорошей погоде. Но потом я уже услышал и увидел Таню Буланову самостоятельную. Она самостоятельная, которая на крыльях полетела своей сольной карьеры. И она хорошо полетела. Ей удалось. Потому что если она была такой трогательной девочкой наивной, то немножко повзрослев, она стала осознанно такой молодой, умной, красивой женщиной. При этом она не стала, она нисколько не постарела творчески. Она мастер. Она интересная, она приятная. И она очень хорошая певица. А назойливые были поклонники какие-нибудь? Ну да, вообще. В принципе, наверное, фанатами становятся люди с неустойчивой психикой. Наверное, да. И там уже как у них пойдет, куда это, никто не знает. Бывало, бывало, там мы какие-то с угрозами звонили, бывало, что и следили, бывало там какие-то, в общем... Даже сейчас вроде все хорошо, вдруг как начинают поливать какой-то... Причем пост с моей фотографией выложен, а под ним там какие-то гадости какие-то. Я периодически пишу обострение, думаю, что с человеком случилось. Ну конечно. Что-то где-то, то ли ревность какая-то, где-то я там лайк поставила, а не там что-то еще, не тому человеку, или недостаточно внимания оказала. Но, к сожалению, да, это такое есть, и в общем, это нормально на самом деле. Вы всегда много работаете. В 90-х, в 2000-х это была какая-то бесконечная, да, история вы об этом рассказывали. Бесконечные гастроли были, я думаю, не бывало. Да, это были бесконечные гастроли, бесконечные какие-то смены планов, да, перед глазами и перед всем на свете. Ребенка не видели, родители не видели, ничего не видели. А вот скажите, в таком режиме можно жить долго, Тань? Вообще, я считаю, что все абсолютно вот здесь вот. Самое главное, не забронзоветь. Пока ты себя чувствуешь таким человеком, который что-то еще не может сказать, не все рассказал в своей жизни. Я понимаю, что у меня там уже дофига лет, но мне кажется, что изнутри у меня 27, не знаю. Я еще только-только в самом таком... Ну, не начале, но как бы... Не начале, но да-да-да. Переде еще там много гостей можно делать. Да-да-да, на ярмарку еду, а не с ярмарки. Да-да-да. А когда вот такая бесконечная гастрольная концертная жизнь, время подумать о том, как развиваться, что еще петь, куда идти, есть или это все на потом, на потом? Да есть, конечно. Вообще, я не то, чтобы прям думала об этом. Просто иногда ощущаешь, что так хочется вот какую-то прям вот такую песню, я почему не могу словами объяснить, чисто на каких-то эмоциях, на чувствах там. Вот хочется такое, бац, и появляется какой-то автор новый, молодой. Слава богу, что у нас есть такое в моей биографии, я нахожу... Вернее, меня находят молодые авторы, никому неизвестные. Мы как-то работаем вместе, я пою песни, и они потом становятся звездами. Это здорово. Конечно. А есть у вас какое-то, вот как вам сказать, понимание, личное, собственное, Тани Булановой, да, того, что вы так давно работаете, и вас все равно все слушают и плачут или не плачут? Вот в чем тут дело? Я не знаю, наверное, в песнях, мне трудно сказать. У моего младшего ребенка, которому 16 лет, одноклассницы, меня по крайней мере знают, мы там тут все спорили. Вот я про что и говорю, это же какая-то редкая... Я понимаю, конечно, что, хотя там звезда 90-х, да и слава богу, что 90-х, и вообще хоть каких-то вообще, что я состоялась, но я могу сказать, у меня еще все впереди. Таня – это ходячий когнитивный диссонанс, потому что она как бы олицетворяет собой такую великую плакальщицу, грустную-грустную женщину с трудной судьбой и вообще с каким-то таким бэкстейджем, который, ну, не осилить. Это надо иметь погучие плечи, тащить на себе такой вот груз такой вот судьбы, судьбинушки, а на самом деле более веселого, легкого и какого-то праздничного человека еще поискать в нашем шоу-бизнесе. Танечка, я поражаюсь твоей смелости, твоей какой-то... Но твоя вот эта безбашенная радость жизни и все, что тебе дает жизнь, ты берешь большими-большими такими руками, радостными глазами и все это несешь. И вот эта твоя смелость с твоим вот этим новым статусом замужней, дамой прекрасной, я бы никогда в жизни на такое не решилась. Я была на твоей спамбе, я знакома теперь с Валерой, и я очень рада, что у вас такое милое, прекрасное и радостное сотрудничество. А вам о чем нравится петь? О любви, о несчастной любви, о гармонии, о дожде? Мне нравится петь, когда красивая мелодия, когда гармония красивая в музыке, когда вот у нее обычно что-то такое. Какие слова, честно говоря, я просто так особо не заморачиваюсь. У меня такая история была с «Воровым зверем», такой проект на каком-то канале, и там пели, значит, исполнители поп-музыки с рокерами. И мне прислали на выбор две песни, и одни из них вот «Звери», но они только-только начинали, был 2004 год. И я услышала там такое, там, «Любовь зарядила», «Дожди, пистолеты, любовь». Я услышала слово «жучок-зажигалки». Я тут же себе придумала «жучок», наверное, «светлячок-зажигалки» и спела «жучок-зажигалки». Оказывается, «щелчок», а я не услышала «жучок». Я к тому, что я могу, в принципе, любой текст, хотя бы «ракодабру» и какой-то могу смысл в этом найти. Найти там, да-да-да. Хотя это, конечно, неправильно, наверное, потому что можно всё-таки петь, как бы вдумываться там. Хотя я вдумываюсь, наверное, но я к тому, что про любовь это там. Мне кажется, я про комсомол бы я пела всё равно очень проектарно. Да, я понимаю. Вам о вашей профессии вот сейчас уже всё-таки вы давно в ней не скучно? Нет. Я вообще могу сказать, я так хотела быть актрисой. Теперь у меня есть такой опыт, я у Татьяны Колгановой снималась, не так давно, но в фильме, который даже как-то получил приз на каком-то кинофестивале. И могу сказать, что, конечно, моя профессия, она намного веселее, интереснее, и у нас все танцуют. Актерская, да? Актерская, ты сидишь, там, ты приходишь, грубо говоря, там, грим-костюм, там, 9 утра, и тебя только, может быть, в 3 часа дня возьмут в кадр. В кадр. Хотя не факт, может, и в 7, а может, вообще сегодня как бы... А завтра принесут, да. И вот сидишь и ждёшь, и ждёшь. У нас вообще такого нет, у нас музыка сразу, здорово, свет, всё, там, люди. А если корпоратив, то вообще классно, все в красивых женщинах, платьях, мужчина, да, все весёлые, танцуют. Замечательная профессия, я обожаю. Мы Александр Роб и певица Татьяна. Поехали! Поехали! Субтитры делал DimaTorzok Говорят же, что в шоу-бизнесе никакой дружбы не бывает и тёплых отношений не бывает. Это неправда? Не соглашусь. У меня, по-моему, друг близкий, ну как хороший друг, очень близкий, да, наверное, Серёжа Рогожин. Причём, ну я не считаю так, но вот он в интервью просто говорил, что наша дружба началась с вражды. Потому что мы встретились на фестивале «Шлягер-91» в 1991 году. Он был фронтменом группы «Форум», тогда после Салтыкова, и они реально, группа шла уже на победу, потому что песни были хитовые, там ревность такие, в общем, какие-то «Чёрный дракон», там много у них песен было. Нас вообще никто не знал, кто такие, что, мои фамилии, вообще не упоминали. И он даже где-то рассказывал, говорит, я, ну посмотрю, ну так, ну не знаю, ну что тут, группа там, девочка какая-то, не с уразными движениями, там непонятно какая-то. Я помню, тогда называли «Чума в юбке», потому что у меня юбка такая была длинная, у меня эти волосы идут, и когда я с цыгбешными глазами, потому что нас хотели выкинуть с этого фестиваля, потому что песня «Пять минут», это очень много, пусть про «Не плачем». И потом вдруг, бац, мы выиграли. И вот Серёжа говорит, нет, тут девочка такая вот странная, и дала всем. И всем дала, да-да-да, да-да-да. Чуть другое слово не сказала. Вот. И потом, по прошествии времени, мы как-то с ним так сблизились, и сейчас прям вот и дружим, и переписываемся, и общаемся, и я очень его люблю. Александр Инчаков. Было написано, это Владимир Боченков, стихи, вот, известный такой поэт в мире, в этом мире. И я работал как раз, и работал Константин Костомаров, он питерский. И практически с первых песен, и до сегодняшнего момента я работаю с ним, а он уже работал и с Таней. И в процессе записи этой песни, я сначала пел её один, вот, возникла мысль сделать дуэт. Ну, а где дуэт, там и клип. В состоянии это получилось, и, по-моему, до сих пор этот клип так пользуется интересом у зрителя. Разведены мосты, былое прошлое, разведены мосты, как над рекой Невой. Ты подними бока, за всё хорошее, за всё хорошее, за нас с тобой. Каждый более-менее известный певец, исполнитель, он запоминается по манере исполнения, по своему тембру, по тому, как он подаёт свой материал. Вот, Таня одна из немногих, которая это умеет делать. Потому что у нас очень много звёзд, так называемых, вот, я с улыбкой говорю, вот, которые, если закрыть глаза, не можешь даже представить, кто это поёт. Вот, это имеет большое значение. Поэтому Таня так и запоминается, поэтому Таня так и любит. Она очень тёплая. Приятно, спасибо. Таня, а вам зачем пить дуэтом? Вот вы абсолютно, прав Иншаков, я согласна с каждым его словом, вы абсолютно узнаваемая певица. У вас узнаваемая манера, узнаваемый голос. А дуэты вам зачем? Несколько причин, две, наверное. Первая, если мне просто нравится песня, потом момент какой-то есть по дружбе, кто-то просит, Таня, спой, ну, бывает такое, что я не могу другую отказать, да. Вот, и нравится оппонент или... Артист, да. Артист, да, с которым мне предлагается петь. Правда, у меня очень много дуэтов, мне кажется, больше, наверное, нет ни у кого такого количества артистов. И с некоторыми, честно говоря, артистами, с которыми я пела, я даже не знакома. Потому что я его записываю в Питере, голос куда-то отправляется, там человек даже, может, в другом городе, не обязательно в Москве ещё в каком-то. И всё, и потом мы с одним человеком так встретились недавно, хотя песню записали лет, наверное, 10 на вас. Да что вы! Поэтому такое, да, бывает. Если клип не снимается, то ты не видишь, как бы не знаешь, кто это. А вот вы сказали, что вот когда вам хочется какую-нибудь вот, ну, вот такую ударную песню, вот прям хочется, она бац и откуда-то берётся. Да. А вот вообще, в принципе, песни в репертуаре Татьяны Булановой откуда берутся? Да по-разному. И у меня очень много, я его говорила, что песни, которые пишут неизвестные авторы, просто присылают там на почту куда-то. Кстати, песня «Мой сон» и вообще вот этот альбом этот весь появился, благодаря нашему клавишнику Игорю Красавину, который дружил в свою очередь и дружит с Олегом Попковым, тоже клавишник. И вот Игорь говорит, слушай, у меня, говорит, есть парень, который так хорошо песни пишет. Я говорю, ну, кассеты, еще кассеты, 99-й год. Он поставил, я ищу, послушай, мне ничего не понравилось, у меня еще настроение какое-то было. Дурацкое. Да, Игорь говорит, ну-ка, Игорь, да вообще ничего, ерунда какая-то. Он говорит, подожди, а вот еще кассета. Я говорю, да не надо мне, мне вообще не нравится. Послушай, и вот там вот эта песня была «Мой сон», причем Олег такой так пел смешно как-то. «Мой сон», «Мой сон». И, в общем, послушали все, никто ничего не понял. А я говорю, слушайте, можно, классно там можно. Там гармония такая красивая, как-то, что тут можно сделать? Такая яркая песня получилась. И мы с Олегом записали совместных, по-моему, три альбома, по-моему. Он потом клавишников работал, клавишник, кстати, он замечательный. Тань, а не хочется отдаться в руки какого-нибудь великого продюсера, который сейчас начнёт писать вам песни, и всё новое, и всё необыкновенное? Я в них не верю. Почему? Потому что, мне кажется, это такая вот, ну, какая-то авантюра. Потому что, вообще, если человек, ну, у него что-то есть, там, талант какой-то или какой-то потенциал, продюсер может только, наверное, направить. Но я думаю, что в моём случае это уже поздно, потому что я... Уже направленное, да. Да, уже направление задано, поэтому... А так, мне вообще, конечно, интересно было бы, наверное. Очень добрый, отзывчивый и, самое главное, мне кажется, такой вот по-народному общительный человек. Мне кажется, в этом смысле она и заслужила любовь нашей необъятной Родины, потому что она вот своя. Её все эмоции всегда на её лице. Вот она не может лукавить, мне кажется, она не может обмануть. Вот что, чуть что, вот сразу, вот ты сразу видишь её реакцию на её лице. Вот потому что она вот такая вот, открытая и настоящая. Вот, и поэтому наша первая встреча, а это, конечно же, была концертная площадка, произошла именно так. Мы сразу стали общаться, как будто бы знакомы миллион лет. Ну, а я думаю, сейчас вместе с Таней вся страна счастлива за её женское счастье, потому что, ну, действительно, это вот она, как, скажем так, идеал женского счастья, вот через все вот эти тернии, через какие-то внутренние ошибки, через какие-то разочарования, очарования там. Вот, она всё это проходит вместе со страной, а страна вместе с ней. И поэтому сегодня, когда вот она нашла своё счастье, вот, я думаю, что страна рада за неё. Вот честно. Есть такой термин, достаточно обидный, сбитый лётчик, да? Говорят, ой, ну это совсем сбитый лётчик, кто-то там где-то что-нибудь запоёт. Решительно этого нельзя сказать о вас. Я никогда не слышала, никто так не говорит. Вот с вашей точки зрения, что нужно делать, Таня, долгие годы, потому что вы долгие годы работаете, чтобы вас продолжали слушать, узнавать по радио, я громко всегда прибавляю, когда вы поёте, да? Чтобы приходили на ваши концерты. Вы что-то специально для этого делаете? Да нет, конечно, специально нет. Нужно быть самим собой просто, нужно к себе относиться с иронией вообще. То есть всегда быть каким-то вот совершенно таким вот, как будто ты там в 20 лет начал ещё, как бы особо миру ты ничего не сказал. Такое ремесло, которое вот как бы приятно кому-то слушать. И слава богу. Да, конечно. В чём разница выступлений, вот такая эмоциональная, перед концертным залом «Октябрьский», который миллион человек, где может поместиться, или маленьким клубом, где три десятка людей? Ну, честно говоря, честно скажу, разницы особо, наверное, нет. Хоть 10 человек в азоле, хоть 5. У нас была история, был корпоратив, там было 6 человек мужчин. Да ладно? Просто вот один стол. Слушайте, а как это петь-то перед шестью мужчин? Совершенно так же, как и в «Октябрьском», перед там 4 тысячи или там ледом. Или 8 тысяч. А вообще это абсолютно неважно. Я вышла, причём как бы я и раньше тоже была, у меня есть даже кто-то меня копирует, там, вверх. А вверх, потому что я публику боюсь, и чтобы не смотреть в глаза, не дабы, как я тут взгляд, какой там недобрый будет, я о чём-нибудь забуду, там, собьюсь. А так ты смотришь поверх, куда-то там, не знаю, в стену. И в своей, там, песне всё это живёшь. Поэтому совершенно неважно, сколько народу, хоть один человек вообще, вообще неважно. А костюмы у вас такие красивые всегда, платья, костюмы. Это специально, чтобы отвлекающий манёвр был, чтобы тут блестит, не так внимания вроде бы. Вы их придумываете или кто-то вам придумывает? В основном я, в основном я. От вас же глаз не оторвать, наоборот. Они не отвлекают, а они привлекают? Ну, всё равно, как бы, не на лицо уже, а вот, ну, как бы... На блёстки и на сияние, да-да-да, и на фасоны. Хотя я помню первые костюмы, такие вот яркие. Я, честно говоря, стырила у Серёжи Пенкина. Мы сидели в 94-м году на премии овации. Он сидел передо мной в зале, ещё в России тогда было, в концертном зале. И у него был невероятный пиджак, просто вот с такими вот огромными хрустальными камнями. Между ними вот такой вот змейка, такой маленькие камушки были. А ещё как-то там, причём не софиты, а какие-то... Ну, там всё это, какие-то, да-то... Приборы какие-то осветительные. Кремары, приборы какие-то, да, всё это гуляли. И это всё раз в глаз, раз в глаз. И я вот сидела просто, думаю, как красиво. Потом через какое-то время появились вот эти камни. Может быть, их там по какой-то баснословной цене купить. Я помню, я заказала. И мне было страшно отдавать в ателье, думаю, ну, как бы, не досчитаюсь. Я сама села, пришивала. До сих пор у меня это платье жило. Оно очень тяжёлое. Камни, чтобы половина побились, но всё равно они горят, сверкают. И, конечно, это эффект очень такой вау. Ну, конечно. Ещё оно моё платье любимое, так, между собой, там, поклонниками, за верёвки. Такой оранжевый, ну, лапша как-то, правильно сказать. Да-да-да-да. Тоже я у Серёжи это позаимствовала. У него какой-то пиджак с такой лапшой. Да-да-да-да. И я вижу, он такой красавец, и да, это всё колышется вот так. И просто сидишь в шоу, не надо никаких там перьев и взрывов. Ну, да. Ты просто один делаешь шоу на сцене. Вы человек Петербурга. Да. А муж ваш очень любит Москву. Да. И вы всё время мчитесь из Петербурга в Москву, как карамзин. Чаще я. Да, или вы чаще мчитесь в Москву. Вас это не пугает, что вот ему хочется в Москву, а вам не хочется? Нет, не пугает. Вы умеете договориться? Ну, во-первых, пока, я не знаю, что там дальше будет, пока он не готов, наверное, так жить на два города. То есть он всё равно живёт там, где я живу. Ну, понятно. Я живу в Петербурге пока, поэтому, где он будет жить, ну, он, конечно, может выбрать, но, скорее всего, будет жить там, где я. Но это пока. Что там дальше будет, я не знаю. Ну, бог даст, что будет хорошо. Надеюсь, что будет хорошо. А мальчишки ваши, сыновья, как поживают? Хорошо. Какие у них творческие планы, Тань? Ну, старший уже 30 лет, ему он работает в ресторанном бизнесе, так скажем. Вот. А младший перешёл в 10 класс. Кстати, очень для меня была такая неожиданная такая приятность. Он прекрасно сдал ОГЭ. 4-5-4-5. Улекает очень химией. Ему нравятся формулы все это, всё это. И, в принципе, в планах у него, ну, ещё 2 года учиться в школе, но в планах какой-то медицинский, ну, скорее всего, пермет. Слушайте, это прямо интересно. Очень интересно. Неожиданно абсолютно. Это страшно интересно, да. У вас бывают какие-то семейные сборища, вот когда вы вместе все собираетесь с сыновьями? Ну, очень редко. Ну, неважно, тогда с маленьким, с младшим, да? А что вы вместе любите делать, Тань? Ну, мы можем потом пойти пообедать вместе. Мы можем, ну, редко бывает это, пойти куда-нибудь там в спа какой-то, где там есть бассейны. Да-да-да, и там отмокать. Куча сауны какие-то, да, там такие-таки, такие там. Ну, как бы, честно говоря, конечно, у него, не скажу там, что у нас созвучность интереса, потому что у него игры какие-то компьютерные, какие-то квесты, которые... Он всё на квест пытается меня затащить, но я не очень-то понимаю. Ой, надо сходить. Нет, мы ходили с подругами, но там другие квесты такие были, в общем... А, первый квест был что-то Кот да Винчи, я вообще ничего не поняла. Что-то делать, да-да-да. Я ещё получила, что-то меня хотят. И там что-то, вам три подсказки, если помню. А можно? А ещё можно. Я говорю, там пятая подсказка, а ещё можно. Говорит, вам можно, всё, там голос этот. Я такая, чего там у меня надо было? То ли я тупенькая, то ли я просто не врубилась. Нет, вы просто другое думали, и вас это не интересовало. Дело не в топости. А что вы любите делать, когда не надо делать ничего, Тань? Я обожаю смотреть кино. Причём кино до 85-го года, 87-го. Ой, как я понимаю. Я обожаю старые фильмы. Причём, вот, к сожалению, с Валерой, с мужем, у нас в этом плане вообще не совпадение абсолютное. Я обожаю фильмы голливудские 30-х годов, там, 31-й, 32-й. Не очень люблю немые, а вот уже, когда уже начнёт говорить, какие там красивые платья у женщины, какие прически, вот это всё вот. Ну, просто смотришь, я прям впитываю. Мне вообще, в принципе, это время очень нравится. 30-е годы, 20-е. Ну, 30-е больше, наверное. А ему какие нравятся, Валерий? А ему нравится Марвел. Он, кстати, фанат Марвела. А, понятно. И вот всё, что там связано, там, всякие вселенные, там, Доктор Стрэндж и так далее. Да. Я выучила. Спасибо. Спасибо вам большое. Я желаю Валерию, чтобы он полюбил эпоху Голливуда 30-х годов. Это страшно любопытно и страшно красиво. Это очень красиво. И это настолько много рассказывает о жизни, и в том числе о сегодняшнем дне. Марвел, при том, что мы тоже можем это смотреть, и тоже мы всё это любим, на самом деле рассказывает гораздо меньше. То есть вот этот Голливуд 30-х рассказывает больше. Это я желаю вашему мужу. Спасибо. Тань, а вам я желаю, во-первых, чтобы сын поступил туда, куда ему захочется, да? И чтобы ему было это интересно. Так же, как его маме всю жизнь интересно дело, которому она служит. Это очень важно. Я желаю вам, чтобы вот эта дорога из Петербурга в Москву, из Москвы в Петербург всегда пролетала быстро, незаметно, под хорошую музыку и в хорошем настроении. И чтобы ваши концерты, будь то в концертном зале «Октябрьский» или перед какими-то шестью важными мужиками, да, проходили с неизменным для вас удовольствием. Спасибо большое. Которое вот мы, слушатели, получаем, когда у нас в машинах начинает петь Татьяна Буланова, мы всегда делаем громче. Спасибо вам большое. Мне так приятно. Спасибо, Таня. Спасибо. Спасибо. Есть артисты модные, а есть любимые. И Таня Буланова одна из любимых. Она добрый, хороший и чуткий человек. Ее песни будут нравиться всегда, потому что поет она о том, что нам понятно и близко.